Здравствуйте! В эфире программа «7 минут» и в гостях у меня сегодня Светлана Кондрашова, директор спортивно-оздоровительного центра «Сатри». Светлана, добрый день! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, почему именно «Сатри» называется спортивный центр? Ну, над этим названием мы давно думали, долго, в общем, как бы терялись, но это, знаете, хотели внести такую изюминку, как бы, когда человек приходит заниматься в фитнес-центр, он вносит в свою жизнь что-то новое, да, он хочет духовно просветляться, здоровье поправить. То есть, ну, вот искали именно смысл слова «Сатри», это японское слово, как раз обозначает озарение, просветление, как бы восстановление, то есть человек начинает по-новому мыслить, всё, в его жизнь приходит новая энергия. Ну, и в связи с этим, какие особенности центра? Ну, у нас, знаете, акцент на восточное единоборство, йога, то есть все несколько видов йоги, восточных единоборств, там джиу-джит, рукопашный бой, то есть такие восточные гимнастики оздоровительные, то есть более сильного уровня, то есть такие вот как раз на Восток акценты. А вот про восточное единоборство, сейчас это вообще очень мега-суперпопулярно, расскажите поподробнее. Да, у нас ещё очень хорошие тренера работают, я горжусь своими тренерами, это Жерихов Евгений Александрович, он заслуженный тренер России, он председатель Федерации рукопашного боя, то есть про него написана книга, то есть он занимается с детьми, со взрослыми. Игорь Калина, который работает с детьми, но попасть к нему не очень так легко, то есть он отбирает детей, то есть они ездят, выступают за границу, то есть там такой отбор даже, можно сказать, такой жёсткий идёт, он одарённых ищет, он как бы соединяет несколько видов борьбы, то есть там немножечко есть и самбо, немножечко, ну в общем смешанный бой, как они называют, да, то есть как бы в общем он детей тренирует во всех направлениях, да, то чтобы можно было на мир с ними, уже можно было на самбо, ещё на какие-то виды. Это вот со стороны спортивный центр, со стороны оздоровления, что-то тоже можете предложить? Да, то есть вот сейчас работаем над этим, то есть у нас очень мало как бы развито, мы детям не даём оздоровительной гимнастики, то есть у нас много проблем у детей, да, это сколиоза, плоскостопие, вот также женщину категории кому за, то есть мы стараемся акцентировать на здоровье, чтобы у нас есть тренера, которые занимаются проблемами с опорно-двигательным аппаратом, как и детей, подростков, так и женщин, ну и мужчин, естественно, то есть почему-то в основном приходят женщины, когда занимаются с вами здоровьем. Мужчин кривые ноги устраивают. Да, и мы стараемся как бы вот это каждому-каждому индивидуально с каждым работать, стараемся именно дать им то, что не хватает. Кому-то не хватает эмоций положительных, кому-то не хватает именно здоровья, а кто-то просто стесняется прийти в центр, и вот здесь вот у нас такие тренера, которые, не постесняясь этого слова, больные, да, своей работой в хорошем смысле этого слова, которые настолько дарят им положительные эмоции, стараются им объяснить, чтобы не навредить, то есть и здесь у нас тоже, кстати, очень хорошие работы над этим вот мы провели, и сейчас у нас специалисты такие, которым я горжусь. То есть вот специалисты, которые фитнес ведут и в тренажерном зале работают, тоже имеются, да, то есть просто вот записаться, например, на фитнес в тренажерный зал можно? Я даже не хочу перечислять направления, то есть как бы заниматься рекламой, я не хочу, я просто так как бы вкратце, потому что у нас фитнес везде есть, да, во всех центрах у нас очень в Рязани их много, вот, но самое главное то, что у нас, в направлении у нас есть и фитнес, и аэробика, там, и йога, несколько видов, и виды борьбы, и пилатес, да, вот, очень много, но вот я хочу сделать акцент, это именно любовь к людям, такая, знаете, домашняя обстановка у нас, именно хочется людям дать здоровье, настроение, и вот как бы подбираем персонал под это, то есть чтобы человек пришел и почувствовал себя как дома, знаете, чтобы он, вот что вы захотите, вот той вам и дали, то есть. Ага, то есть чай, кофе тоже входят. Ну, Света, вот, насколько знаю, точно знаю, что вы не голословная, потому что тоже в том числе работаете тренером в клубе. Да, я преподаю пилатес, то есть много очень лет, то есть, и хочу сказать, что вот у меня женщина, которая приходит и в совершенно здоровье, здоровый, который себя считает, есть женщина, которая после операции там восстанавливается, есть мужчина, который восстанавливается после травм, и вы знаете, я встречаю их на улице, то есть я не врач, да, то есть, но эти все нюансы мы, специалисты, знаем, да, и вот встречаются люди на улице и говорят, Светлана, спасибо тебе, спасибо, вот, и вот, знаете, вот, понимаешь, насколько это приятно эта работа, то есть кусочек любви, кусочек сердца отдавать кому-то, и когда действительно кому-то это помогает, вот пилатес – это одна из таких тренировок, когда ты действительно стараешься людям дать здоровье, настроение, немножечко поднять их тонус, когда они себя чувствуют уже намного счастливее, да, можно сказать так, в прямом смысле. А вот сейчас у нас весна на дворе, да, и, ну, наверное, много желающих все-таки появляются, которые вот вдруг решили заняться спортом, вот чтобы вы, как тренер, например, в первую очередь посоветовали людям, ну, чтобы начать это делать, вот что нужно, чтобы начать это делать? А я уже как-то, мы вот разговаривали, да, на эту тему, и вот такой вопрос всегда его задают, банально, но я сразу могу сказать «захотеть», то есть, это не потенциальный клиент, который, например, вот сейчас весной они пришли, мне нужно за две недели похудеть, и всё, ну, я ещё раз хочу сказать, что это нужно захотеть, нужно заболеть, человек должен захотеть быть здоровым, счастливым, то есть это, конечно, ну, если уж похудеть, если, ну, нужно начинать, конечно, уже с Нового года, потихонечку, постепенно, постоянство, и действительно, ну, попробовать, что ему понравится, то есть, вы знаете, он приходит, он не знает, куда он хочет. Я советую, придите, вы знаете, вот я ездила на конвенцию, на конференцию, и то есть, как нам говорят профессионалы, которые собираются, да, со всей России, они говорят, вот пусть человек придёт и просто посмотрит, почувствует, вот куда ему нужно, сходит туда-сюда, то есть, что ближе ему, то есть, бывает иногда и центр хороший, приходишь, ну, что-то не то, да, чисто энергетически как-то не подходит, тренер, вроде тренер-специалист, в общем, ну, пробуйте, приходите, занимайтесь этим-этим, вы найдёте что-то для себя обязательно. А вот прийти, попробовать, понятно, а вот что сделать, чтобы осталось это, ну, наверное, навсегда, да, как говорится, спорт, это должно быть всегда, если уж ты начал. Ну, конечно, здесь ещё как повезёт, если вы попадаете на хорошего администратора, и который вам улыбается, говорит, и вам советует что-то, да, а потом приходите, у вас действительно тренер с сияющими глазами, и вы чувствуете результаты уже, вы чувствуете, что у вас поднялось настроение, вы начали худеть, вы начали подтягиваться, вам хочется туда идти, хочется, всё, вы останетесь всегда в спорте, это я вам уверяю. То есть, но бывает такое, конечно, что приходят и сразу как бы, вот, я стараюсь вот поэтому и набирать такой персонал, который… Мы вот, знаете, у нас к нам приходят в центр клиенты, мы все знаем уже даже по походке, кто идёт, то есть настолько у нас вот такая домашняя обстановка, и люди приходят, говорят, у вас как дома, настолько такая аура, то есть, мне кажется, вот это одно из самых главных, чтобы человек захотел остаться вот чем-то заниматься и продолжать так всю жизнь. То есть, самое важное – это выбрать место, где будет комфортно, и, наверное, выбрать то, чем заниматься комфортно, и, конечно же, тренера, да, который вам будет нравиться, который будет устраивать. Да, потому что к каждому человеку подходит что-то своё, индивидуальное. Кому-то больше пилатс, кому-то больше такие энергичные, да, занятия, кому-то больше вот всё-таки силовые тренировки. Это нужно каждому вот поговорить с тренером, он посоветует, спросит индивидуальные особенности каждого, чем он когда-то занимался, что он бы хотел изменить. То есть, это вот как если тренер грамотно подойдёт, как психолог с вами, он, естественно, сразу определит, что человеку нужно. То есть, это новичкам, да, которые знают уже, с чем. Здесь нужно уже как раз пробовать, пробовать и искать своего тренера. Это как… Света, а как считаете, приобщить к спорту можно любого человека или всё-таки нет? Нет, я думаю, вообще можно любого приобщить к спорту, просто это нужно грамотно объяснить и дать… Это спорт, это не то, что какое-то хотите вы или не хотите. Это, мне кажется, цель жизни, это нормально. Это нужно, как человек должен питаться нормально, правильно, как он должен чистить зубы, то же самое он должен заниматься спортом. Это, во-первых, я лично, мне этот вопрос нельзя задавать. Я тоже этого не понимаю, которые люди сидят и говорят, «Ну как бы, я хотела бы, но…» Нет, нет, но. Есть просто «надо» и всё. Это здоровье, это тонус, это жизнь. Ну что ж, друзья, «надо» сказал нам сегодня директор спортивно-оздоровительного центра на Сатуре Светлана Кондрашова. Свет, спасибо вам огромное за такой хороший настрой. Ну а нам с вами, друзья, наверное, всё-таки обязательно нужно пойти в какой-нибудь спортклуб. А я ещё хочу закончить, знаете, какими словами. То есть, вот я тренировку свою заканчиваю всегда словами. Пускаем в себе любовь, счастье, здоровье. Всех простить нужно и любить. Это была программа «Семь минут». Увидимся. Субтитры подогнали Симон.